Здравствуйте друзья! Видеонаблюдение это одна из наиболее востребованных тем при проектировании умного дома. Я уже много раз сделал обзоры на различные камеры и их возможности и сегодня продолжу эту тему. И расскажу уже не про отдельную камеру, а про целую систему видеонаблюдения от бренда Anki. Центральной частью такой системы является видеорегистратор, устройство к которому подключаются внешние камеры. Таким образом достигается централизация в управлении и хранении данных с камер. В моей комплектации система была распределена по трем отдельным коробкам. Одну по полиграфии и размеру можно было идентифицировать как регистратор, две другие без опознавательных знаков. В самой тяжелой коробке оказался комплект аксессуаров для монтажа. Большую часть коробки занимали мотки кабелей. Всего 4 мотка по 30 метров каждый. Они предназначены для камер с аналоговым выходом. Кроме видеосигнала они еще служат и удлинителями питания. Поэтому в месте установки камеры не нужно искать розетку. Кроме кабелей в коробке находился комплект Benzer разъемов по 4 штуки папа и мама, а также сотня клипсов для крепления провода к стене. В следующей безликой коробке оказалась камера. Кстати камера тут тоже весьма необычная, но об этом я расскажу чуть дальше в обзоре. В комплекте с камерой набор для крепления, шаблон для сверления отверстий и инструкция. Обратите внимание, что блока питания в комплекте нет, нужно докупать дополнительно на 12 вольт. У меня нашелся подходящий от одной из зарядок. И третья коробка с полиграфией содержит в себе видеорегистратор. Это центральное устройство системы видеонаблюдения, единая точка входа для всех камер, а также место для сохранения данных. Внутри нее собственно сам регистратор, хорошо упакованный в противоударные держатели и коробка с аксессуарами для него. Забегая вперед скажу, что для видеорегистратора покупать дополнительно ничего не придется. Давайте рассмотрим подробнее содержимое коробки с аксессуарами. Изначально все разложено в 4 полиэтиленовых пакета. В первом находится обычная USB мышка простенькая и компактная, она подключается к видеорегистратору для управления и настроек. HDMI кабель для подключения к монитору или телевизору, удобно для организации стационарной точки для видеомониторинга. Сетевой кабель для подключения к роутеру, производитель предоставляет бесплатный облачный сервис для подключения к регистратору из любой точки мира. Блок питания на 12 вольт, кстати такой же нужен и для питания камеры. Мощность блока для видеорегистратора 18 ватт. Кроме этого, в комплекте имеется наклейка, которая предупреждает о том, что ведется видеонаблюдение и инструкция. Инструкция на английском, много картинок и фотографий, в целом все понятно и ясно. Внешне видеорегистратор напоминает медиаплеер, плоская коробочка, которая подключается к телевизору или монитору. Это центральная точка системы видеонаблюдения. Конкретно эта модель позволяет физически подключать до 4 аналоговых камер, для чего служат 4 BNC разъема. Для вывода информации на экран есть HDMI разъем и VGA для использования обычных мониторов. Для вывода звука в этом случае используются два тюльпана. Кроме этого имеется Ethernet, два USB порта и разъем для подключения питания. Регистратор можно размещать и на вертикальной стене, для чего на его нижней поверхности предусмотрены два крепления для саморезов. Для разборки регистратора нужно отвинтить 4 винта, на которых держится верхняя крышка, после чего снять ее. В зависимости от модели регистратор может быть укомплектован жестким диском для хранения данных, в моем случае на терабайт. Производитель применил 3,5 дюймовый диск Toshiba DT01ABA-100V SATA 3.0 с буфером на 32 Мб. Это специализированная модель, предназначенная для использования в системах видеонаблюдениях, в которых критически важны большая емкость, малое энергопотребление и низкий уровень акустических шумов. Управляющая часть вместе с внешними интерфейсами собраны на одной плате, которая находится в задней части корпуса. Применено пассивное охлаждение, что положительно сказывается на бесшумности работы. Мне досталась всепогодная камера Anki BR-200 с аналоговым выходом. Камера имеет несколько особенностей, отличающих ее от других. В частности, это аппаратный сенсор движения, светодиодная подсветка и стробоскоп сирены. Камера оборудована сверхсветосильным f1.0 широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 2,8 мм, что дает угол обзора в 104 градуса. В сочетании с светодиодной подсветкой, это дает возможность получать полноцветную картинку даже в полной темноте. Разрешение Full HD 1920 на 1080, 30 кадров в секунду. Еще одной отличительной чертой камеры является диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 60, что позволит ее использовать на улице даже в условиях суровой зимы. Корпус имеет класс защиты IP67. В нижней части корпуса находятся отверстия для весьма громкой сирены. По сути, это три в одном. Камера, автоматический светодиодный фонарь и система сигнализации. Это объясняет довольно высокую стоимость устройства. Кабель камеры заканчивается четырьмя отдельными ответвлениями. Разъем питания 12 вольт, напомню, что блока питания в комплекте не идет. BNC разъем это видео выход. А это тревожный выход, при необходимости камеру можно интегрировать сторонние системы сигнализации. По умолчанию этот разъем разомкнут, при срабатывании сигнализации эти контакты замыкаются. И кнопка сброса, которая находится в защищенном водонепроницаемом корпусе. Пора переходить к подключению. HDMI кабель к телевизору, Ethernet в роутер, комплектная мышка в USB, а блок питания в сеть. Используя один из комплектных кабелей, подключаем камеру. Тут все просто. BNC выходный регистратор, а разъем питания к 12 вольтовому блоку, который, напоминаю, нужно предусмотреть самостоятельно. На телевизору подключаемся на свободный HDMI вход и наблюдаем стартовую заставку видеорегистратора. По умолчанию выставлен английский язык, так что сложности с переводами иероглифов не будет. Система регистратора поддерживает работу на 11 языках, в том числе на русском. При смене языка необходимо перезагрузить видеорегистратор, это занимает пару минут. Далее необходимо установить парольный регистратор, все делается при помощи мышки экранной клавиатуры, которая появляется после того, как кликнуть на поле ввода. Мышка идет в комплекте и ее вполне достаточно для полной настройки регистратора. Для быстрого входа, без необходимости ввода пароля, можно использовать графический ключ. Он рисуется мышкой, нужно нажать на клавишу и не отпуская ее нарисовать ключ. Далее идет мастер первичных настроек, выставляем время и часовой пояс. Настройки сети, можно использовать или адрес полученный от роутера, либо вручную поставить свой. Раздел AnkiVision предназначен для синхронизации с приложением. Если сеть, к которой подключен видеорегистратор, имеет доступ в интернет, можно использовать бесплатный облачный сервис. Качаем по ссылке или по поиску названия приложение, придумываем ключ для синхронизации и, используя появившийся на экране QR-код, подключаемся к регистратору, подробнее чуть дальше. Кроме четырех аналоговых камер, регистратор позволяет подключить еще одну сетевую по протоколу OnViv. У меня используются камеры ReaLink, система обнаружила их самостоятельно. Все данные, кроме логина и пароля для камеры подтягиваются автоматически, после чего камера подключается как полноценный пятый канал. И последнее это настройки хранилища, тут виден установленный регистратор терабайтный жесткий диск. В режиме живого просмотра можно выбрать одну, четыре или девять камер, доступно четыре аналоговых и один цифровой канал по OnViv. Дополнительно к проводной камере Anki BR200, я подключил по OnViv камеру ReaLink E1 Pro. Картинка выводится с обеих камер в режиме реального времени. Причем, функции ReaLink используются в полном объеме, например, прекрасно работает управление поворотной головкой камеры из меню регистратора. Запись с IP камеры тоже идет на его жесткий диск, что весьма удобно и не зависит от состояния карточки памяти, установленной в камеру. Для удаленной работы с регистратором, нужно приложение AnkiVision. Находим, качаем, устанавливаем и регистрируем. Регион я поставил реальный. После регистрации и запуска приложения, необходимо добавить новое устройство, в моем случае регистратор. Даем доступ приложению камеры, и с экрана телевизора сканируем QR-код, который регистратор генерирует в настройках, раздел AnkiVision или на этапе первичной настройки. После добавления регистратора, получаем доступ ко всем камерам, которые тоже можно просматривать в этих же режимах 1, 4 или 9 камер. Управление по AnkiVision тут тоже работает. Доступ работает и из локальной сети, и извне через облако. Работает все довольно быстро, лагов я не замечал. Есть различные режимы отображения, в том числе полноэкранные. По сути, постнаблюдение можно организовать и удаленно от регистратора, если у него есть гарантированный доступ в интернет. Настройки регистратора доступны из приложения. Как по мне, это даже удобнее, чем комплектная мышка на экране телевизора. В любом случае, есть выбор. Чтобы не высвечивались пустые экраны, каналы которым не подключены камеры можно скрыть, тогда отображаться будут только активные камеры. При включенном режиме обнаружения движения, про которое я расскажу чуть дальше, и при активном режиме уведомлений в приложении, на телефон будут приходить пуши об обнаружении движения. Все сработки будут доступны в журнале событий. Кроме режима просмотра в реальном времени с одной или нескольких камер, а также управлением головки камеры, в приложении доступны еще и дополнительные опции. Например, предоставление общего доступа камере другим пользователям и просмотр записей. Кстати, камера может писать и в режиме 24 на 7, а при просмотре можно выбирать только записи по событиям. К регистратору можно подключаться и через веб-интерфейс по его IP адресу. Работает это только в локальной сети или через VPN или динамик DNS. Здесь есть режим просмотра в режиме реального времени, это кстати позволит использовать регистратор без подключения внешнего монитора или телевизора. Можно выбирать один из двух потоков, более тяжелый в высоком разрешении или быстрый, но сжатый по разрешению качеству. Есть доступ к режиму воспроизведения записи, которое можно или просмотреть или скачать. В меню скачивания выбирается камера, тип записи, качество и период. После этого отмечаются нужные фрагменты и сохраняются на локальный компьютер. Конфигурирование камеры с моей точки зрения наиболее удобно именно в этом режиме. Тут есть все возможные опции, включая набор активных камер. Режим добавления IP камер по протоколу Anvif. Жалко, что можно только одну камеру. Я задумался о том, чтобы взять для своих камер такой вот чистый IP видеорегистратор. Тут тоже есть режим сетевого поиска доступных к подключению камер. Полезно еще то, что так можно обеспечить облачный доступ к камерам, у которых его нет изначально. Быстро пройдемся по настройкам. Меню управления пользователями. Сетевые настройки, можно использовать DHCP роутер, а можно установить адрес ручную. Есть сервис динамического DNS для организации внешнего доступа, но я предпочитаю VPN. Таблица сетевых портов. Обратите внимание, что тут есть и стандартный RTSP порт, который можно использовать для получения видеопотоков, например в Home Assistant. В продвинутых настройках настраивается облачный доступ через приложение, которое мы уже рассмотрели. Для каждой из камер, включая IP камеру, можно настроить параметры основного и дополнительного видеопотока. Разрешение, частоту кадров, битрейт. Для работы с Home Assistant нужно поставить кодек H264 вместо H265. На сегодняшний день работать будет только так. В настройках изображения можно изменить параметры яркости, контрастности, насыщенности и других. Возможно настроить отображение меню, время, дата, их формат, название камеры и свой текст. Есть опция настройки приватной маски. Нажимаем кнопку нарисовать область и мышкой выделяем интересующий фрагмент. После применения на этом месте будет отображаться черный квадрат. Настройка событий. Здесь можно включить опцию обнаружения движения, либо в принципе, либо анализировать кадр, в котором можно выбрать определенную область. Анализ движения можно задать только в определенное время в зависимости от дней недели, например, только в нерабочее время и в выходные, или наоборот. В настройках оповещения выбирается, что делать при возникновении тревожного события, от отправки уведомлений или письма, до реакции самой камеры, а это световая индикация, внешний тревожный порт, который может быть соединен с охранной системой и сирена камеры. Вот так выглядит тревога штатными средствами камеры, стробоскоп и сирены. Подобным образом настраиваются и другие события, например, если обзор камеры будет чем-то закрыт. Можно выбрать определенную область, и если конкретно эта область будет закрыта, сработает тревожное событие. Есть и тревога в случае, если пропадает видеосигнал с выбранной камеры, система отправит об этом уведомление. Кроме этого, существуют еще настройки смарт событий, тут опция обнаружения вторжения. Лично у меня нет идей как она работает, кто знает пишите в комментариях. Запись видео на диск тоже настраивается, можно писать все подряд, можно только по событиям, например движению. Причем, все можно настраивать под каждый день недели на определенное время. А если настройки одинаковые, есть опция копирования их на нужные дни. За счет кэширования видеопотока регистратор может записывать видео с буфером до и после события. В меню управления хранилищем будет отображаться статус подключенных носителей, в данном примере терабайтный диск. Есть расширенные настройки, в которых можно отредактировать праздничные и выходные дни. Home Assistant видеорегистратор интегрируется через упомянутый мной RTSP порт. Для каждой из 5 камер, 4 аналоговых и IP, есть отдельный канал и два потока, основной и превью. Пример ссылок для данного видеорегистратора можно найти по ссылке в описании. Структура простая, IP адрес, порт RTSP, дальше стриминг, канал и номер. Первая цифра это номер камеры, потом 0 и номер потока. Первый это основной, второй это превью. Также не забываем про тревожный выход, при подключении к нему например гиркона, датчика открытия окон и дверей сяоми или окара, можно отслеживать тревогу и выполнять заданный сценарий. А вот так выглядит вывод в Lovelace с обоих камер. Кстати поток VH имеет примерно 20 секундное запаздывание, это актуально для всех известных мне камер. Ночной режим работы. Вместо инфракрасных диодов, как в обычных камерах, тут автоматически включается подсветка, довольно яркая. По моим ощущениям, нормальная видимость будет в пределах 15-20 метров. А это видео скачанное с видеорегистратора. Первая часть снята в ярком искусственном освещении, вторая часть в темноте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары для умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok